Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим нашу недельную главу. Итак, что у нас есть? Есть Бог, есть человек, есть планы Бога, есть планы человека. Что сказано в псалмах? Много замыслов в сердце человека, но сбудется только то, что решил Всевышний. Яков, главный герой нашей недельной главы, он любимец Бога. Его сыновья создали еврейский народ. И как жизнь у этого любимца Бога? Ну, с нашей точки зрения. Он из дома выгнали его, убежал, хотел брат убить, запогнались, обокрали. Пришел его Лаван 30 раз обманул на 20 лет, пахал на него и так далее. То есть, с нашей точки зрения, это достаточно сложная какая-то жизнь. А что такое? Ведь у Якова уже было благословение отца. Чего он боялся тогда еще такое великое благословение? Здесь нам открывается еще один секрет жизни. Все, даже благословение нужно получить вовремя, в нужное время, в нужном количестве. Иначе это, знаете, бывает по-разному. Короткую историю. Был такой один хасид Борух, не было у него денег, дочь уже 25 лет, надо что-то делать. Ну, решил он пойти к святому праведнику Ребе из Лижинска. Это один из ближайших учеников Магида, преемник Болшемтова и большой чудо-зворец. Ребе выслушал его историю, улыбнулся, говорит, что оснований для беспокойства нет. Достал три монетки по 10 копеек, положил на стол, Борух смотрит на них, не знает, что делать, взял монетки. Ему показывают, уходи. Поплелся он по дороге, идет печальный, понимает, что все рушится, не знает, что скажет ни жене, ни дочери. Вдруг слышит крик, эй, эй, ты стой. Один из хасидов подбегает к нему, говорит, Ребе меня послал, он тебе много дал. 30 копеек тебе не нужно, 10 копеек верни. Ну, Борух отдал 10 копеек, поплелся дальше. Думает, можно только верить Ребе дальше, не знает, что. Прошел, лес уже темно. Видит компания каких-то подозрительных три мужика сидят. Ну, уже пугаться поздно, идет на них, улыбается. Они ему тоже улыбнулись, говорят, слушай, эй, ты, иди сюда, говорит, еврей, хочешь купить портфель? Показывает красивый портфель. Борух посмотрел, портфель великолепный, открыл, а внизу марки. Немецкие марки, по тем временам невероятное такое состояние. Они ему говорят, да-да, картинки тоже забирай себе, давай за все 30 копеек. И тут он понимает, что у него 20. Он говорит, что, ребят, вот, осенило его, он говорит, слушайте, у меня на портфель денег нет, хотите 20 копеек за картинки дам? Ну, ребята там, эти бандиты, которые были там, в шоке от счастья, можно портфель два раза продать, отдали ему. Все, и он ушел, отошел на расстояние, посчитал 100 марок, там, 20 банднот по 50 марок в состоянии. Не только дочку, он вообще богатый человек. Через неделю он вернулся в город Лиженс, в первую очередь, что выяснит, есть ли кто-то, кто знает, кому принадлежал этот портфель. А если нет, то пойти к Рэбе, поблагодарить его и дать пожертвования, пригласить на свадьбу дочери. Тут крик слышит, эй, эй, он смотрит один из тех мужиков, которые были. Он говорит, слушай, еврей, я тебе такую историю расскажу. Как только ты уехал, мы начали драться, хотели поделить 20 копеек на троих. Во время драки портфель упал в огонь и сгорел весь. И тут прискакал помещик со своими охранниками, били нас как собака, говорит, увидели портфель, оборелые застежки в этом, вообще карал так, что если бы ты был, он бы тебя точно убил, потому что он ненавидит евреев и все, повезло тебе, короче. И тут Борох все понял, если бы у него оказалось 30 копеек, то вместо свадьбы были бы похороны. 20 копеек были достаточной суммой, чтобы полностью изменить жизнь Бороха, а вот больше не получалось. Вот это такая короткая история, это ответ на то, что мы говорили в начале урока. Все благословения, которые даны были Ицхаком Якову, конечно, должны были обеспечить ему успех и победу. Но для того, чтобы благословения реализовывались в этом мире, человек должен разбудить в себя какие-то внутренние силы, душевные силы, создать сосуд. Часто, когда у нас это не получается, события нашей жизни нас устряхивают. Тут все просто, мы хотим спокойствия, благополучия и предсказуемости. А Бог хочет результата, результата нашего прихода в этот мир. А так как Он видит все, надо Ему довериться и взращивать в себе эту веру. И тогда все будет обязательно хорошо. Бороха вы от слаха, всего самого-самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok